Космический телескоп Хаббла Космический телескоп Хаббл рисует картины небывалой чистоты. Картины, соединяющие искусство и науку, образуют прямую связь между могучими силами природы и человеческого духа. Картины Хаббла Великий замысел Произведение искусства не просто совокупность отдельных деталей, хотя мастерство проявляется в мельчайших деталях. Картина складывается из множества отдельных мазков, с помощью которых художник воплощает свою идею. Художник пишет полотно, чтобы воплотить в нем свой замысел. Вглядываясь в звездное небо, телескоп Хаббл тоже видит воплощение великого замысла огромного масштаба. Особенно отчетливо этот замысел читается в изображениях великолепных спиральных галактик, разбросанных вокруг нас во Вселенной. Их рисунок воплощает не осознанное желание художника, а взаимодействие фундаментальных законов природы. Спиральная галактика М81. Созвездие Большая Медведица. Наша Солнечная система является частью галактики под названием Млечный Путь. Это спиральная галактика, состоящая из сотен миллиардов звезд, каждый из которых вращается вокруг общего центра тяжести. Однако все эти разрозненные движения соединяются в один замысел природы. Наши предки даже не подозревали о существовании галактик. Только в 40-е годы 19 века появились достаточно сильные телескопы, в которые можно было разглядеть крохотные точки и линии, рассеянные межзвезд. В то время не существовало даже слова «галактика». Астрономы считали, будто все видимые звезды входили в состав Млечного Пути, который похож на широкий звездный пояс, охватывающий ночное небо. Млечный Путь. Фото, сделанное с Земли. Чем же являются эти странные спирали, которые ученые увидели, только начав открывать тайны космоса? Многие астрономы считали, что это были новые солнечные системы, еще лишь начинавшие формироваться вокруг звезд. В 20-е годы прошлого века американский астроном Эдвин Хаббл навсегда положил конец этому заблуждению. Именно он доказал, что эти прекрасные спирали не имели никакого отношения к Млечному Пути. Напротив, они являлись совершенно отдельными звездными системами. Каждая из этих систем по размеру сравнима с Млечным Путем, просто они находятся далеко от нас. Хаббл также понял, что многие из крупнейших и ярчайших галактик вообще не имеют формы спирали. На самом деле, они скорее напоминают мячи для регби. Такие галактики Хаббл назвал эллиптическими. Только астрономам следующего поколения удалось понять, почему одни галактики имеют эллиптическую форму, а другие напоминают удивительные спирали. Одна из причин этого разнообразия кроется в том, что спиральные галактики имеют более плоскую форму, чем эллиптические. В отличие от эллиптических галактик, напоминающих сферу, спиральные больше похожи на тонкие диски. Это особенно заметно, если смотреть на спиральную галактику сбоку. Лензообразная галактика, созвездие Дракон. Проанализировав свет, излучаемый спиральными галактиками, астрономы обнаружили, что их плоская форма обусловлена быстрым вращением. Сила вращения заставляет спиральные галактики принимать плоскую форму. Они расплющиваются, как тесто для пиццы. Однако этот факт не способен разрешить загадку спиральных рукавов. Напротив, он усложняет ее. Спиральные рукава не являются неподвижными объектами. Они состоят из миллиардов отдельных звезд. Трудно понять, каким образом этим звездам при вращении вокруг центра галактики удается сохранять спиральный рисунок. Спиральная галактика NGC 3370, созвездие Лев. По закону всеобщего тяготения, все должно быть совсем наоборот. В нашей Солнечной системе планеты, находящиеся ближе к центру, вращаются быстрее остальных. Спиральная галактика NGC 1309, созвездие Эридан. В спиральной галактике звезды, находящиеся ближе к ее центру, также должны вращаться с наибольшей скоростью. Но будь это действительно так, спиральные галактики перекручивались бы уже после нескольких оборотов и вытягивались бы до неузнаваемости. Необходимо найти другое объяснение постоянной формы спиральных рукавов. Изображения, нарисованные Хабблом, подтверждают теорию о том, что у некоторых галактик спиральные рукава движутся сквозь звезды, как гигантские волны. Например, все звезды в этой галактике вращаются по орбите вокруг ее центра, каждая со своей скоростью. Однако по мере вращения звезды также проходят сквозь спиральные рукава галактики. Рукава тоже движутся сами по себе, но не как тела, а как сгустки материи. Они похожи на волны, перекатывающиеся по галактике, как по океану. До Хаббла ни один телескоп не мог показать нам Вселенную в таких деталях. Благодаря этому телескопу мы смогли увидеть, как формируются спиральные рукава и как им удается сохраняться. Астрономам еще неизвестно, почему спиральные галактики так сильно отличаются друг от друга. Галактика Головастик. Созвездие Дракон. Хаббл изучил немало спиральных галактик, находящихся по соседству с нашей. Оказалось, что они так же разнообразны, как лица, которые можно увидеть на портретах в картинной галерее. Иногда рукава спиральной галактики выглядят весьма обширными, взлохмаченными, напоминающими воронку космического урагана, стремительно несущегося сквозь межгалактическое пространство. Галактика-вертушка. Созвездие Большая Медведица. Другие спирали обладают более отчетливыми очертаниями. У них всего несколько больших рукавов, тянущихся из центра к периферии. Эти галактики настолько велики, что свету понадобились бы десятки тысяч лет для того, чтобы их пересечь. Такие галактики называются большими спиральными звездными системами. Они представляют чрезвычайно интересные предметы изучения для зоркого глаза Хаббла. Спиральная галактика с перемычкой созвездия Эридан расположена в 70 миллионах световых лет от Земли. Существуют также спиральные галактики с длинными перемычками, проходящими через центр. Спиральные рукава у них начинаются на концах перемычки. С точки зрения искусства все эти разнообразные галактики выглядят как вариации на одну общую тему. Совершенно ясно, что основной мотив этих произведений продиктован вращением и силой тяготения. Вариации, в свою очередь, зависят от условий, характерных для каждой отдельной галактики. Одним из важнейших факторов является наличие либо отсутствие у рассматриваемой галактики соседей. Галактика-водоворот созвездия Гончие Псы. Самым ярким примером важности этого фактора несомненно является галактика-водоворот. Это огромнейшая звездная система с двумя яркими спиральными рукавами, которые словно обвивают друг друга. Секрет столь легко узнаваемого внешнего вида этой галактики заключается не только в двух ее изящных рукавах. По соседству с водоворотом находится еще одна галактика меньшего размера. Это лучшее изображение галактики-водоворот из всех когда-либо снятых. Снимок Хаббла опроверг предположение о том, что галактики связаны между собой одним из рукавов. На самом деле, меньшая галактика находится далеко за рукавом большей. Однако это не означает, что меньшая соседка не оказывает никакого влияния на водоворот. Скорее всего, эти удивительные рукава появились, потому что меньшая галактика притягивала газ и пыль большой галактики. Благодаря мощной оптике Хаббла можно разглядеть, что спиральные рукава галактики-водоворот как бы являются гребнями волн звездообразования. Также видны длинные линии темной пыли. Это материя для создания нового поколения звезд. Между темными линиями видны розовые альтернат облака. Там уже появились звезды, заставляющие светиться окружающие их сгустки газа. Там же видны скопления ярких голубых звезд, сформировавшихся ранее волной звездообразования. Совершенно ясно, что где-то среди этих звезд пыли и газа возникают новые солнечные системы. Возможно, среди этих новых планет появятся и такие, на которых будет возможно, жизнь. Кто знает, возможно, мы с вами являемся свидетелями рождения будущей галактической цивилизации в этой звездной системе. Мы, обитатели Млечного Пути, спиральной галактики, похожей на эту, можем легко вообразить, что тут все начиналось таким же образом, когда миллиарды лет назад в одном из гребней спиральных рукавов формировалась наша солнечная система. Вот что самое удивительное в элегантных очертаниях галактик. Они не только завораживающе прекрасны, глядя на них, можно наблюдать за рождением новой жизни во Вселенной. Галактики возникают благодаря силам тяготения и вращению, что не обязательно свидетельствует о существовании высшего разума. Однако в одной из галактик могут появиться существа, которые так же, как мы, построят телескопы и будут удивленно глядеть на космос. Растилая холст из чего состоит Вселенная? Для тех, чей глаз улавливает световые волны видимого диапазона, ответ на этот вопрос очевиден. С телескопом все еще проще разглядеть. Вселенная состоит из звезд. Огромные скопления звезд называются галактиками. В каком направлении ни посмотреть, они повсюду. Далекие острова света, плывущие в пустоте. Но это совсем не полная картина. Современной астрономии известно, что космос подобен холсту, на котором изображены звезды и галактики, и что на самом деле Вселенная устроена намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Теперь, благодаря Хабблу и другим обсерваториям, астрономы смогли убедиться в том, что космический холст простирается во всех направлениях. Даже в тех местах, где, казалось бы, ничего нет, разворачивается напряженная борьба с участием темной материи и темной энергии. Хаббл может зафиксировать этот процесс, но не напрямую. Первоначально темной материи были названы темные облака, свободно перемещающиеся среди звезд. Однако на самом деле это всего лишь обычная пыль, поглощающая звездный свет. Настоящая темная материя не поглощает света и не излучает его. На самом деле она не темная, а совершенно прозрачная. скопление галактик Эйбл 2667 Созвездие Скульптор. Астрономы не подозревали о существовании темной материи до тех пор, пока изучение скоплений галактик не позволило сделать вывод, что там недостаточно материи, которая могла бы обеспечить такое взаимное притяжение, чтобы удерживать эти галактики вместе. Значит, в галактиках должно быть больше материи, чем можно разглядеть. Затем, в результате изучения спиральных галактик наподобие этой, выяснилось, что во вращении этих систем есть что-то необычное. Звезды на краю галактики должны были бы двигаться по орбите намного медленнее, чем звезды в центре. Но этого не происходит. По крайней мере, они вращаются не так медленно, как можно предположить. Астрономы поняли, что это явление можно объяснить тем, что каждую галактику окружает большое, но совершенно невидимое нашему глазу скопление темной материи. Более того, астрономы предполагают, что количество невидимой темной материи в пять раз превышает количество той, что мы видим, Благодаря зоркому глазу Хаббла следы темной материи можно найти везде. Массивное скопление галактик созвездия Малый Лев. Здесь в скоплении галактик действует притяжение достаточно сильное для того, чтобы преломить свет, а вместе с ним и изменить вид галактик в глубине скопления. Эффект гравитационной линзы, как его называют, дает возможность ученым точно рассчитать количество материи вокруг скопления. с помощью Хаббла астрономы могут рассмотреть относительно пустые участки пространства, где вид галактик искажен лишь слегка. Но даже самые слабые искажения дают ученым достаточной информации для создания трехмерной модели, наглядно показывающей распределение темной материи между нашей планетой и этими далекими галактиками. Скопление галактик пуля созвездия Карина. Это удивительное изображение возможно самое наглядное свидетельство существования темной материи. Это сделанный Хабблом снимок столкновения двух скоплений галактик. В обоих скоплениях содержится заряженный водород, что стимулирует рентгеновское излучение. Водород отмечен розовым цветом. Голубым цветом отмечена темная материя, местонахождение которой определили по искажению галактик. Тот простой факт, что голубые пятна отделились от розовых, означает, что облака из темной материи прошли друг сквозь друга легко как призраки. Газовые же облака столкнулись и от этого столкновения сжались и нагрелись. Очевидно, что темная материя отличается от обычной и обладает абсолютно другими свойствами. Хабблу наконец удалось заметить нечто совершенно недоступное человеческому глазу. Темная материя вкупе с силой и притяжением обычной должны серьезно влиять на развитие Вселенной. Вселенная расширяется с момента Большого Взрыва. Однако со временем гравитация должна замедлить этот процесс. Одним из первых заданий Хаббла было измерить скорость расширения Вселенной. Это задание кажется невыполнимым, однако Хабблу удалось его выполнить. Для этого нужно было разыскать в соседних галактиках переменные звезды определенного типа. Эти звезды пульсируют с определенной частотой подобно человеческому сердцу. Частота пульсации этих звезд зависит от вырабатываемой ими энергии и соответственно от их яркости. По частоте пульсации звезды Хаббл может определить насколько далеко она находится. Но самое удивительное то, что Хаббл является единственным телескопом способным разглядеть пульсирующие звезды в других галактиках за пределами нашего Млечного Пути. Несмотря на то, что на изображениях пульсирующие звезды занимают всего несколько пикселей, Хабблу удается зафиксировать частоту их пульсации. Переменная звезда Цефеида 23 апреля 31 мая По этим данным наконец можно определить как далеко от нас находятся эти галактики. Сложив результаты этого исследования с результатами других наблюдений астрономы смогли измерить скорость расширения Вселенной и узнать ее возраст. Итог оказался неожиданным. Согласно Хабблу нашей Вселенной меньше 12 миллиардов лет. Тем не менее, одни из самых древних звезд в нашей галактике, отдельно обмеренные тем же Хабблом, оказались старше самой Вселенной. Возник вопрос, каким образом Вселенная может быть младше звезд, которые в нее входят? Чтобы найти ответ на этот вопрос, астрономы вновь обратились к Хабблу. На этот раз они воспользовались космическим телескопом для того, чтобы найти сверхновые звезды. Эти звезды, как и пульсирующие, могут быть использованы для измерения расстояния до галактик. Но сверхновые звезды ярче пульсирующих, а значит, их видно с большего расстояния. Сверхновая звезда NGC 4526 созвездия Центавра. Так как свету этих звезд нужно больше времени, чтобы нас достичь, Хаббл помог рассчитать, как со временем менялось расширение Вселенной. Далекие сверхновые звезды. Изучив достаточное количество взрывов далеких звезд, астрономы пришли к удивительному выводу. Несмотря на то, что со временем расширение Вселенной должно замедляться из-за притяжения создаваемого материи и наличия темной материи, на самом деле Вселенная расширяется все быстрее. Это революционное открытие позволило астрономам понять, что в космосе, помимо всего прочего, существует еще что-то, а именно темная энергия. Она будто водкана в саму ткань космоса. Ученые по сей день пытаются понять, чем на самом деле является темная материя и что ожидает нас в далеком будущем. Ведь Вселенная расширяется все быстрее и быстрее. Пока мы можем только сказать, что вглядывающийся в космические глубины Хаббл показывает нам титаническую борьбу между невидимыми нам фронтами материи и энергии. Картины Хаббла создают один большой постоянно меняющийся холст, который не только управляет судьбой видимых звезд, но и нашей собственной. Картины Хаббла Программа подготовлена к показу компании SDI Media Group. Перевод Анны Заславской, текст читал Дмитрий Шандро. Дмитрий Шандро.